Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам интересную программу, предназначенную для рисовки изображений довольно большой четкости для мода Open Computers. Как вы знаете, что мониторы, поставляемые этим модом, имеют максимальное разрешение 160 на 50 точек и также поддерживают максимально 256 возможных листов. Ну и чтобы эти ограничения как-то обойти и рисовать более-менее достойный результат наподобие вот этого, я написал специальную программку, наявить специальный конвертер, который будет доступен по ссылке в описании видео. Собственно, давайте мы его откроем. У нас появляется вот такой вот окошечко и вот такой вот срущий код на заднем плане на закате. Нас из всех этих опций интересует пока что только первое. Нажимаем открыть, выбираем изображение, которое мы хотим сконвертировать и отобразить на экране Open Computers. Вот такая вот девка. Собственно, здесь мы можем выставить желаемое разрешение для мода. Пусть у нас будет максимальное поддерживаемое 160 на 50. Поставим две галочки, используем шрифт, брали, используем дизеринг. Уровень дизеринга поставим максимальный, нажимаем конвертировать. И дальше выбираем папку с жестким диском нашего компьютера. То есть если у вас есть прямой доступ к папке с сохранением нашего мира, то есть как у меня, вы выбираете папку saves. Дальше будет ваш мир. Собственно, выбираете папку Open Computers, там будет айтишник жесткого диска. И вот в этот айтишник вы сохраняете ваше изображение. Если у вас нет доступа, то вы можете загрузить картиночку на хостинг и как-то через внешний хостинг там скачать через любой удобный. Собственно, давайте мы ее сохраняем под именем 2.pic. И, собственно, чтобы ее отобразить на экранке, пишем draw2.pic. И наша девка через некоторое время загрузится и сразу же отобразится на экране вот таким вот образом. То есть, собственно, видите, да? У нас изначально картина была вот такая, то есть в режиме True Color, то есть с поддержкой 16 миллионов цветов. Здесь, соответственно, у нас гораздо меньше всего 256 цветов. И у нас появляется визуальный артефакт, но, по крайней мере, картина выглядит более-менее достойно. Собственно, давайте я вам покажу сейчас, что будет, если отключить, скажем, опцию дизеринга. Нажимаем конвертировать, сохраняем, допустим, 3.pic. Так, секундочку. И пишем уже 3.pic. Так. И картинка уже у нас будет постепенно терять детали и терять цвета. То есть у нас уже ебальник нашей девки будет такой довольно-таки сероватый. И, соответственно, все цвета, весь фон будет также довольно серым. Это все происходит потому, что у нас алгоритм дизеринга, по сути, он симулирует палитру True Color, по сути, за счет использования более мелкой палитры, более мелкой по размеру, короче. Ну, в принципе, кому интересно, почитайте, там ссылочку также в описании дам. В общем, суть в том, что, по сути, благодаря этому алгоритму получается у нас симуляция более-менее достойных цветовых оттенков. Ну и также, если выключите шрифт Брайля, то у вас картинка будет еще менее четкой и будет иметь физическое разрешение всего лишь 160 на 100 точек визуально, по крайней мере. Сейчас увидите. То есть, видите, у нас постепенно теряются детали и картинка становится более такой размытой, более... такой не особо четкой. Собственно, все эти фичи, они сделаны довольно-таки костыльным образом. То есть, что такое шрифт Брайля, по сути? Это особый шрифт, который добавили в версии OpenCompure 1.6, и который вот в одном этом пикселе, вот маленьком, видите, один написан, да, он умещает сразу 2 на 4 маленьких таких квадратика. И, собственно, за счет этого получается отображать более-менее какой-то такой достойный вполне результат. Драл .pix, снова с шрифтом Брайля, сейчас вам покажу. То есть, видите, у нас вот каждый пиксель, да, по сути, имеет 2 на 4 по сути таких вот этих самых субпикселя. И, собственно, благодаря этому можно рисовать более-менее такие вот красивые картиночки. Ну, давайте, для примера, откроем еще пикчу, скажем, закроем наш инсталлер, конвертер, вернее, откроем еще раз его снова, у нас появится наш окошко, ну, и мы можем сразу кошку в качестве примера тоже сконвертировать. Почему бы нет? Пусть будет 5.pik. Сохраняем. Соответственно, у нас будет 5.pik. Так, ну, замечательно. То есть, видите, такая красивая окошечка с ручной на закате. Ну, с помощью, собственно, этой программки вы можете достигать разных результатов, можете украшать свою хату, там, можете делать различные объявления для игроков, ну, и так далее. То есть, все, что вашей душе угодно. Собственно, таким образом можно, в принципе, скачать программку .drault и так далее, все эти библиотеки и прочие дорисовки. Сейчас я вам покажу. Нам нужно ввести команду в комп, в консоль, которая поставит там все необходимые либо. Команда находится вот здесь. Сейчас вам копирую ее. Так, так. Собственно, в чистом компе, в любом, пишем по стабин, не обязательно в чистом, по стабин и ран. Вот такая вот фиговинка. То есть, команда будет в описании видосика также. Нажимаем. И у вас скачается инсталлер, и он сразу автоматом вам поставит все необходимые библиотеки и программки. То есть, для работы с картиночками. Собственно, он скачивает двойной буфер, там изображение и прочее. И программку .drault. Собственно, чтобы отобразить какую-нибудь картиночку, давайте мы вообще какую-нибудь новую возьмем совершенно. Не знакомый. Откроем друзей, допустим, ВКонтакте. Откроем кого тут. Не знаю, кого, 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 кого. Допустим, Никиту Ярочева. Так. Как нельзя, скриним аккуратненько картиночку. Вот так. Ну, тут будет меньше, чем 320 на 200 пикселей, но пофигу. Ладно. Собственно, открываем скриншот на рабочем столе. Так. Нажимаем конвертировать. Собственно, выбираем жесткий диск вот такой уже. Пишем 1.pik. И, собственно, здесь уже draw 1.pik. Только здесь, что путь будет в корень диска. Так вот. Ой. Так. 1.pik. И, собственно, у вас отобразится наш Никита Ярочев более-менее в таком красивом разрешении на нашем компьютере. Собственно, все, разумеется, все исходные кода в сети draw.pik и прочее можно редактировать. То есть все это дело в свободном доступе. Также все исходнички нашего инсталлера также будут в описании видосика. То есть по полной все скину. Кому интересно. В общем, такой у нас короткий доз получился. Надеюсь, эта программа кому-то понравится и кому-то пригодится. Так что, собственно, давайте я вам еще покажу, как у нас на OS это дело выглядит. Так. 1, 2, 3. Какой там пароль-то у меня был? 512. Да. Вот точно. root, по-моему, так, myOS, pictures, ciri.pik. Ну, собственно, вот, да, примерно это оно. Видите, тут довольно красивая картиночка получилась. То есть, ну, более-менее с хорошей четкостью. Так что, всем спасибо. До новых видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok